Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно-таки уникальный и неожиданный видеоролик, который будет связан с нашим очень старым аккаунтом. Это аккаунт без доната, и перед тем, как я бы хотел бы рассказать определенную историю данного аккаунта, что вообще мы планируем сделать с ним, возможно, кто-то знает, возможно, кто-то не знает. Я, наконец-таки, на основе добил нужное количество звезд, А это значит, что теперь полноценно мы можем какое-то определенное время, да и вообще, несмотря вообще на челленджи, мы сможем уже сейчас полноценно заниматься какими-то другими интересными аккаунтами, потому что аккаунтов у меня много, и я реально всерьез задумался о данном аккаунте. Поэтому, ребят, если вам нравятся аккаунты без доната, то прямо сейчас поставьте обязательно палец вверх, и именно по вашей активности я пойму, стоит ли записывать видеоролики на данном аккаунте, потому что это довольно-таки легендарный аккаунт, который я создавал более года назад, когда начинал только записывать видеоролики на данном канале, и, по сути, на данном аккаунте имеется очень много всяких интересных вооружений. Я думаю, давайте немножечко пройдемся, потому что я более чем уверен, что многие ребята вообще не знают данный аккаунт. Здесь имеется целых 5 резистов М2, также имеется 3 корпуса М2, из них один именно-таки диктатор. Докачан до М3, Викинг докачан до 7 шагов из 10, Васпик здесь не качан, довольно много всяких интересных комплектов на данном аккаунте прикуплено, и если бы вам было бы это интересно и будет активность по данным видосам, я думаю, что в следующем видеоролике я бы вообще рассказал, насколько постепенно прокачивался данный аккаунт, по каким вооружениям, потому что, как вы можете заметить, здесь на данном аккаунте, по сути, все было куплено на комплектах, выкачано под МПК, и за счет этого был раскачан данный гараж. Да, сейчас я уже, наверное, более полугода на данном аккаунте не играю. Да, бывает, захожу, выполняю какие-то определенные заданки, но так звонка у нас не растет, и, по сути, сейчас в игре ни для кого, наверное, таки не секрет, что звания, которые начинаются с капитана, заканчивая где-то бригадиром, генерал-майором, это самые сложные и противные звания у нас в игре, потому что, по сути, что касаемо капитанов, майоров, подполковников, полковников, там ребятам приходится играть против генералов, которые могут уже быть на М4 вооружении, вы максимум на М3, и такой вот дисбаланс в матчмейкинге у нас происходит, но качать подобного рода аккаунты без ММ-битв, ну, сейчас это не совсем актуально, наверное, нежели это было раньше, поэтому имеются какие-то определенные проблемы. Я думаю, что сейчас было бы неплохо пикнуться в какую-то каточку, даже под конец мы можем тут какие-то контейнеры открыть, я не знаю, откуда у меня они здесь скопились. Что касаемо вооружения, по пушкам у меня имеется здесь 4 М2, 4 М2 вооружения именно-таки по пушкам, и плюс смака М1, которая качана ДМ2, и по сути ее можно будет выкачать на полковники. Я считаю, что она мне точно не помешает, и ее мы выкачаем ДМ3. И не сказал бы я, что этот аккаунт был какой-то чересчур такой сверхсложный, да, когда ребята постоянно спрашивают, блин, а как качать аккаунт без доната, как надо что делать последовательно. Есть моменты, да, которые происходят довольно-таки сложно в плане не самой прокачки вооружения, а в плане битв, которых вас кидает явно не по званию, да, условно говоря, вот, например, я на капитане, могу запикиваться в такие катки к полковникам, и они будут иметь уже более какое-то интересное и нагибаторское вооружение, возможно, какие-то новые устройства, потому что чем больше звания, вы знаете, появляются, например, на гром устройство Кувалда, которое по сравнению с простым устройством, которое сейчас у меня стоит, ну, вернее, не простым устройством, а именно простого вооружения, оно реально имеет какую-то дополнительную возможность, и за счет него вы можете нагибать, что-то я как-то прилепился ко стене, и не могу ничего тут сделать. Поэтому бывают такие моменты, когда не получается стабильно прокачивать аккаунт, и появляются какие-то новые идеи у меня в голове, а вот такие вот довольно-таки интересные, достойные аккаунты, без доната, да, раньше вообще это была очень хитовая и интересная тема, все прокачивали аккаунты, показывали, как это можно делать, забрасываются, да, просто-напросто на них становится не совсем комфортно играть, хотя, по сути, именно данный аккаунт довольно-таки круто раскачан, и если играть постоянно в нем в матчмейкинге, вы будете стабильно занимать, я думаю, первые места. Ну, а что мне для этого требуется, это только в каком-то роде ваша поддержка, и я думаю, что даже на стримах мы сможем спокойнейшим образом прокачивать данный аккаунт. Что касаемо боя, вот меня тут запикало на брестик в формате TDM, в принципе, викинга гром довольно-таки неплохо подходит под данную карту, можно было бы даже, наверное-таки, взять бы тут харька, если бы он у меня был бы выкачан, ну, а так как харька у меня нет, то я думаю, что можно попробовать отыграть на данном вооружении, при том раскладе то, что мы сейчас еще и выигрываем, ну, давайте попробуем занять топовое место за 3 минуты, 50 опыта у меня уже имеется, у первого игрока у нас 190, хорошее УП, я думаю, что парень жестко нагибает, но я думаю, что нам не составит особо большого труда на данном интереснейшем вооружении спокойнейшим образом сейчас его обогнать, поэтому давайте приступим. Я думаю, что было бы неплохо сейчас попробовать занять рез противника, и там уже от него попробовать понакидывать. Я вижу, что там шафты стоят, и было бы неплохо сейчас нам туда каким-нибудь магическим образом подобраться, ну, и начать уже накидывать тот самый заветный и довольно-таки большой урон. Где у нас тут шафтовод стоял? Блин, шафтоводы уже слили, жалко, вот аптечка мне явно в этой ситуации пригодится. Давайте попробуем ее быстро забрать. Мне было бы неплохо, если бы сейчас пошли бы респы противника, и здесь я бы спокойнейшим образом мог бы забирать фраг за фрагом, потому что, по сути, сейчас у меня имеется только 65 опыта, но по такой ситуации, которая имеется сейчас на карте, я могу уже констатировать, что противник явно будет сейчас в более худшей обстановке. Блин, парень скидывает голд очень-очень не вовремя, потому что у меня тут и нарко уходит на кулдаун, и не совсем грамотно я прожал данный овердрайв. Думал, что противник начнет ехать больше в мою зону, и у меня получится получше понакидывать, но не получилось. Шафт еще и прилетел. Соточку мы уже выбиваем. Не сказать, что был довольно-таки грамотный разбор вражеского респа, но какие-то свои определенные киллы я забрал. Я не знаю, где сейчас противник находится. По сути, сейчас больше половины команды явно должно быть на респе, и вот именно в данный момент какие ваншоты на громе М3 вылетают. Вот это грамотная тема, вот это скилловая тема. Ну, конечно, это не скилловая, это просто прокачанное вооружение, которое спокойнейшим образом может нагибать М2-шных некачанных парней, да? Вот такие вот пирожки у нас бывает иногда получаются. Еще одного парня уничтожаем, ну, а там гаусенок еще и овердрайв здесь прожал. Блин, ну, титана я явно там не солью. Можно попробовать слить второго парнишу, а если бы Хантер сейчас бы грамотно поехал бы и отключил бы купол, было бы, конечно, куда лучше, но у нас явно Хантер не особо соображает, что ему нужно делать в данной ситуации. Поэтому давайте, блин, попытаемся, пока купол спадет. Я думал, что сейчас он быстро спадет, у меня получится понакидывать урон, но, как всегда, все пошло не по плану, не получилось быстро реализовать свое нагибаторское вооружение и пришлось уйти в данном эпизоде нарез. Нарко, конечно, уходит на кулдаун, потому что, по сути, у меня сейчас нету здесь никакого дрона, включенного именно-таки дрона, потому что на данном аккаунте имеется фулл прокачанный штурмовик и, по сути, в какой-то степени можно будет, конечно же, поиграть на нем, но я пока что отключил его действия, дабы не тратить большое количество батареек, потому что, по сути, на таких званиях ну, не так сильно роляет, наверное, дрон и это, наверное, не имеет такого большого значения, хотя, по сути, может быть, в каких-то катках можно было бы за счет данного интереснейшего штурмовика фулл прокачанного пробовать и набивать какие-то новые определенные достижения, я имею в виду легкие киллы там еще... ну, короче, вы меня поняли. Два контейнера у нас имеется на данном аккаунте, давайте попробуем быстро открыть, посмотреть, что здесь нам дропнет, конечно, нам ничего годного не падает, ну, и четыре недельных можно также быстро открыть. По сути, на данном аккаунте постоянно на скидках прокачивается какое-то определенное вооружение, да, тут потихоньку, по шагу прибавляется, например, прокачки того же Твинса, той же Жиги, и когда у меня на данном аккаунте будет выкачано, как минимум, уже четыре пушки, потому что, по сути, ну, Твинс на шесть шагов уже качан, Жига так же сама на шесть шагов качана, то полноценно данный аккаунт без доната будет довольно-таки имбовым, с четырьмя пушками до М3 на капитане, качанными, плюс еще ко всему этому, если докачать здесь Викинг, который качан на семь шагов, Диктатор уже фуловый, два корпуса М3, с пятрьмя именно-таки модулями М2, может быть, еще их стоит выкачать до М3, я имею в виду до 35%, и это будет вообще просто бомбический аккаунт, может, серьезно заняться данным аккаунтом и начать его прокачивать, что вы думаете вообще, ребят, по этому поводу, отпишите, пожалуйста, в комментарии, хотел бы узнать вашу точку зрения, я думаю, что данный видеоролик получился не такой какой-то сверх информативный, сверх скилл какой-то зависимый, но как вводный видеоролик к нашему любимейшему без доната аккаунту, все те ребята, которые знают данный аккаунт, и в курсе его, молодцы, вы довольно-таки олдовые, шарите, красавчики, ну а те ребята, которые впервые увидели данный аккаунт, вообще напишите, да вообще все напишите, что вы думаете, стоит ли мне его прокачивать, стоит ли заняться им целиком и полностью, и на стримах, и снимать какие-то определенные видосы по прокачкам, по новым званиям, возможно, еще какие-то там определенные супер-мега-каточки на данном аккаунте будет получаться записывать, в общем, рассказывать какие-то новые истории, ну и полноценно можно было бы в следующем видеоролике рассказать о том, как я его прокачивал, какие комплекты покупал, потому что, по сути, имеется довольно-таки большое количество ребят, которые не совсем грамотно подбирают комплекты на аккаунт, и потом зачастую страдают от этого. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребята, получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!